Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии Замопучи в Сидмэр Сивилизейшн 6 на уровне сложности божество и на скорости стандартная, а не как обычно сетевая. В общем, всё строится очень долго, открывается очень долго, играем очень долго. Но в этом и есть отличия. Но в любом случае, если вы случайно наткнулись на это видео, то перейдите к первой серии, всегда лучше смотреть с самого начала. А спонсор канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо им большое за поддержку. И напоминаю ещё о моей просьбе делать клипы к этому видео. Делайте клип, кидайте ссылку в комментарии к этому видео, и я потом это всё собираю, делаю короткое такое видео по самым интересным моментам. Приятного продолжения просмотра. Так, тут нужен рабочий, как раз я его устрою. Тут всё починить надо. Все эти фермы. Ух ты, Пётр меня осуждает. Ничего. А, ну это, кстати, сейчас много меня кто осудит, потому что уничтожена цивилизация. Да. Япония. Ну, Япония вот неприятно, хотя я вроде посильнее её выгляжу. Что тут по науке где? По науке мы вместе идём. Ну, просто дебильно стоит город, честно говоря. Просто я хочу, наверное, сначала его захватить, тем более, что я буду плюс 10 против этих юнитов иметь. Наверное, сюда ближе. Плюс здесь к боевой мощи при обороне против городских атак. Да. Давайте возьмём. Производство. Производство. Всё нормально стоит. Так, коляска закончила ход. Обрабатываем. Трюфеля ещё одни. Так, из Кахокии. Какие у нас вообще самые... Из Уилья нового вкуска. И просто из Уилья... Давайте из нового, потому что тут маловато производства. Отсюда отправим. Просто из Кахокии, я так понимаю, у меня уже бегает караван. Да, видите, из Кахокии вкуска бегает. У меня вкуска самые... Самые вкусные. Вкуска вкусные. Караванчики. Акведуки только здесь. А промышленная зона... Вообще тут промышленная зона сразу плюс 4. Но это из-за... Из-за гор. Хорошо. Есть вариант сюда акведук, сюда промышленную зону, да? В любом случае, сначала строитель нужен. Так. Тут немножко акведук бессмысленно будет ставить. Блин, надо, наверное, карточку на строителей таки поставить. С другой стороны, там плюс производство все-таки тоже приятное. Приятный бонус. И что так инк улетает куда-то? Хай, полечиться, поставить. Я думаю, у меня даже 2 юнита должно хватить для захвата этого города. Может, тогда пускай стоит лечиться, а этим будем к Женеве подходить. Вот Женева серьезный соперник будет. Но так как это всего лишь город-государство, то мы, наверное, просто ему объявим войну, будем стоять и... Смотреть, как он об мои юниты бьется. Какой-то вот такой план. Так, тут идем ремонтировать все фермы. Рост. Светили. Еще у меня дофига веры. И я могу... Ну, как дофига? Плюс 23. Может, мне все-таки разнести? А, так у меня везде разнесена вера. У меня вот столица... Я могу за веру покупать... За счет вот этого конфуцианства, я могу покупать здания в компусах и театральных районах за веру. Ну, наверное, пока не сейчас. Такая тоже спасибо к хмеру. В принципе, неплохая религия. И он еще разнес на инка. То есть, у меня, наверное, довольно не скоро... Уйдет. Видите, наверное, тут лесопилку построю. Здесь еще одного все-таки строителя, опять же. Так, тут вкушка. Акведук. Там гавань достраивается. Маяк. Мне можно карточку... Хочется кар... Да, кстати, я могу просто олигархию сейчас. Или еще не убирать олигархию. Все-таки плюс 4 к силе. Все, я Женеву хочу захватывать. Ух ты, испанец внезапно осудил. А, ну блин, я сейчас просто... Я уничтожил цивилизацию. Это... Серьезное... Для игры нарушение считается. Так, вот тут внезапно селитра появилась. И это, похоже, единственный... Блин. Ну и что, мне оставлять этот город? Нужна ли мне так селитра? Прям сильно. Что... Да, господи! Переключись ты на... Русский-то. Да, тут вся селитра у Инка, у Кадиса. Кадис, кстати, отвалился. Видите, испанский по лояльности. У Сарагоса. А испанец в темном веке. Ладно, мне хотя бы надо этот город сначала захватить, чтобы решать, что там делать. Вообще, мне бы еще... А тут дорога есть? Дороги, кстати, нету. Мне бы еще... Рыцарей открыть, я вот подумал. У меня вот еще один несовременный юнит остался. Боевые... Две боевых колесницы. Мне бы их апнуть. И я полностью буду готов к захвату Женевы. Массовое производство ускорили. Так, тут пока эпоха идет. Промышленная зона. Но это всего плюс два, да? К производству. Наверное, имеет смысл амбар построить теперь. Ну, я тут уже не буду промышленную зону строить. Так, тут гавань, маяк. Сколько маяк стоит в покупке? 480. Нет, давайте строить, потому что... Мы будем апгрейдить рыцарей. Ну, в принципе... Если глянем, тут иудаизм вообще как-то сильно влияет. Нет, ну тут, конечно... Конфуцианство. По максимуму. Что я смотрю, тут миссионеры эти иудаистские японцы бегают. Да, станет желанным посольство. У нас закончилась дружба с немцем. Я думаю, что ее не стоит продлевать. Тем более, он ведь уже не особо ко мне дружелюбно относится. Но это явно, опять же, повторюсь. Меня только инк волнует сейчас. Удовольство в городах. Так. Вот тут, я думаю, поставить на плюс 100 теперь к морских юнитов. Я уже слишком дофига этих ресов. Наверное, поставлю на строителей вместо производства. Все-таки здесь это еще важнее. Да, строители будут с пятью зарядами. Нам надо как-то вот так арбалеты расставить. И вот здесь, чтобы был латник. И вот здесь латник. Тут этих... Уничтожим этих мечников. А тут у нас на фланге будет кавалерия на будущее. Нгулу Акведук. Мне пока не хватает возможности строить следующий район. Наверное, строителей пока, опять же. Раз и карточку еще поставили на это. Производство, да. Потенциальное... Кстати, я забыл продать дипломатические голоса. Видите, минус девять из-за оккупированной начальной столицы и из-за уровень претензий. Союз. Могу ли я союз с Ацтеком заключить? Да, могу. Как насчет экономического? Отлично. За две монеты вход. И пошли, наверное, в дипломатическую службу, собственно. Или в на... Не, давайте наемников откроем. Откроем наемников, чтобы рыцарей все-таки подешевле апнуть. Так, как у нас караваны бегают? Уже приятненько. Такое ощущение, что сейчас Анкарват японец захватит. Следовать Бусидо? Значит, тренировать тело, создание и душу? Но где вашему народу этим заняться? Я сейчас на тебе потренирую, Бусидо. Слабое извержение. Фуф, никого не убило. Не знаю, я хочу уничтожить. Не знаю, ради селитры этот говняный город держать... Вообще не хочу. Но это, кстати, еще добавит... Недовольство мной. Видимо, следующим ходом объявляю войну... Женеве. Бесплатный юнит торговца. Зашибись. Меркантилизм ускорили. Так. Где нам сейчас... Лучший... Ну, как раз в Наге. Отлично. Кайф. Уже пять караванов бегает. Стоим, ждем следующего хода. А тут стоим, ждем открытия рыцарства и карточки на снижение апгрейда юнитов. Вот, пять зарядов. Видите? Как приятно с карточкой. Может, Вимая Пуру пересадить Магнуса? Тут столько всего вырубить можно. Ладно, давайте камень пока. Не знаю, юниты не хочется строить. У меня вот эти прокачанные юниты, это уже очень мощная сила. Поэтому, наверное, продолжу строителей пока. Пингал, Аванхардхоме. А, слушай, тут на рост надо поставить вообще-то. Что-то я... Так, вот здесь на производство уже счастья не хватает. Красота. 68 науки. Но Россия, Испания и инки, конечно, опережают. Что по количеству технологий у нас? О, я уже четвертый с конца. Вопрос только, улетает ли там... Улетает ли там Вавилон? Его бы встретить. Ну, я, слава богу, не в центре Пангеи. Сейчас галер сделаем. Немец осуждает. А мы же были с тобой друзьями. Я тебе вообще ничего не сделал. Осуждает меня. У тебя там сейчас русский заберет? Ух ты, военный кризис. А вот это плохо. Там кто-то может принять его. Кто-то может принять... Японец? Фуф, не прошло. Слава богу. Кто тут заголосовал? Японец, кстати, голосовал. Я догадывал, что он может принять. А Филиппу, видите, неохота. Тем более там инк в союзниках. А вот против кого-то приняли. Так, тут еще и пастбище дополнительно. Еду дают. Так, без карточки сколько стоит? 320. Нет. Надо дождаться карточку. Тут я хочу уйти из-под... Извините, из-под вулкана. Потому что не хочу терять юниты вообще. Так, объявить войну. Тем более тут японец с него имеет... Ну вот, как я тут вообще убиваю... Арбалетами все. Ну, тогда, наверное, пойдем вперед. Хотя он там больно будет бить. Она. Ну, это, мне кажется, это вот все три юнита, которые у Женевы есть. Не, ну а что стоять? Так, давайте только сюда я перейду. Тут по дороге пойдем, быстрее будет. Так, вот эти леса очень неохота вырубать. Они слишком крутые, хоть и на холмах. Поэтому оставлю их для меркантилизма. А, блин, я же тут хотел для промышленной зоны вырубить. Черт. Че-то тупанул я. Давайте возвращаться. Давайте еще, наверное, строителя. Я сейчас дострою строителей на всю будущую игру. Есть стремя. Давайте пока так. Немножко галер пооткроем. Катя, для ключей, что японец тоже хочет Женеву взять. А он не воюет. А, нет, он не воюет, потому что там шесть послов у него. Он союзник как раз Женевы. Да, блин, я не понимаю. Выбираюсь стрелять. О, ничего не происходило просто. Вот видите, у меня тут против городских атак плюс 10. Поэтому я ее подставлю. Этот арбалет. Да, больно. Ну, наверное, стоим пока в защите. Через реку. Надо вот со всеми этими юнитами разобраться и вот сюда латников привезти. Так, строение опять откладываем. Давайте образование или военную тактику. Давайте военную тактику. У нас все равно вряд ли мы копейщикам кого-нибудь убьем. Есть рынок. Так, промышленная зона. Ну, давайте с нее, значит, потому что она хотя бы два производства даст. А тут в этом городе пока совсем грустно. Конечно, развлекательный комплекс. Пять баллов стоит вокруг ферм. Компьютер знает какие-то читы, что если вокруг развлекательного комплекса куча ферм, да и такая сельская ярмарка, короче, тут у нас. Так, ведук. Так, тут все починено, все построено. Давайте на самом деле арену, наверное. Почему нет? Слушайте, а мне вон надо черепах обработать. Так, и тут, наверное... Вот в этом городе, вот здесь где-то кампус должен быть. Еще. 144 у инка, 133 у испанца. Они воюют между собой? Воюют. При этом они между собой воюют. Ну, Кадис отвалился сам по себе. Нагоя, слушайте. А там инк еще и с японцем, что ли, воюет? И у него еще и города забирает? Нет, уже не воюют. Но Нагоя это конкретно японский город был. Да, сурово, сурово. Со стороны центра города обстрел. Так. Давайте вместо содержания юнитов скидка на улучшение в золоте. Все остальное пока оставляем. Апаем. Давайте поближе подойду. Так. Итак. Золота у меня дофига. Ой, золота. Железа дофига. Мочканем. Этого парня. И входим. Так. А можно сюда всадника убрать? Мешается. Да, но тут только с четырех клеток. Причем две клетки через реку. Мне надо, несомненно, вот отсюда атаковать. Но благодаря тому, что Женева не на берегу стоит, я все-таки ее в осаду могу взять. Потому что я пока могу просто так вот стоять, тут арбалетами обстреливать и уменьшать ее силу. Блин, а как мне до семи город вырастить? Надо, наверное, здесь троечку ферм сделать, чтобы город хотя бы до семи вырос. И поставить тогда промышленную зону. Ну, а как по-другому? Так, давайте сначала, да, обработаем слонов, потом поплывем черепах. Потому что мы и слонов с кем-то торгуем. У меня есть три посла. Ну, пока нету смысла. Кстати, шенгети основанные вами или доминирующие религии. А доминирует ли у меня религия? Просто думаю, может мне шенгети засоюзить? Слушайте, а нету религии? Убили кхмера, и, соответственно, значит, мне, наверное, не считается, что у меня доминирующая религия кхмера, да? То есть шенгети не будет все-таки на меня. Ну, напишите в комментариях, будет работать на меня шенгети или нет. Давайте монумент все-таки сделаю. Пускай побыстрее добавляются клетки. Несмотря на то, что это столица. Тут амбар. Пускай растет город. Не, 8-9. Не, ну мельницу, мне кажется, тут мельницу не очень. Давайте торговца. Или, может, торговца в столице надо было? Нет, тут давайте пускай здесь монумент. Торговца здесь построим. И теперь я апнул. Меж, нету никаких-то юнитов апгрейдить. Ой, куда я смотрю, блин? Хотел юниты посмотреть. Арбалетчики, рыцари, латники, таран. Вообще, можно таран было в фасадную башню апнуть. Между прочим, слушайте, что-то я тупанул. Фасадную башню апаем, конечно же. Я совсем забыл, что мы это открыли. Потому что находится рядом с городом. Мы вообще игнорируем стены и прямо город атакуем. То есть, нафига мне стены ломать. Так, ну, собственно, все. Так что я думаю, что нам надо открыть мистицизм и убрать карточку на на апгрейд юнитов. Блин, совсем про садную башню забыл, реально. И тем более, таран, например, против стен Средневековья не работает. Если Женева их сейчас построит. Блин, уйди отсюда конем. Тварь японская. Вот видите, сразу город, кстати, бахнул сюда. Или он выкупил там что-то. Так, значит, меняем. Ну, обратное содержание юнитов, я думаю, поставлю. И пошли дальше в дипломатическую службу. Дальше здесь. Тут. Галера. Кстати, могу еще один караванчик организовать. Так. Это кахоке относится? Кахоке. Значит, вырубаем. Ставим промышленную зону. Здесь я, наверное, сделаю тоже акведук. И вот этим уже идем сюда лесопилки бахать. Ну вот, видите, конкретно город. Атакуется, правда, все равно слишком много урона мы получим. Как бы мне так влезть? Давайте, наверное, пока так сделаю. Так. И так. Сейчас по летам сюда. Ну, арбалеты по стенам стреляют. И стены ну, снижают урон все-таки в любом случае. Мне этого еще коня бы как-то убрать. Там латник еще. Ладно, стоим пока просто в осаде держим город. Не знаю, как-то тяжело его брать. Знаете, я на клетку передам. Пускай нгулу растет. Так. А что вообще-то по районам? промышленная зона на плюс два. Акведук ставить негде вообще. Еще плюс два там. Там вообще можно центр коммерции просто с горами рядом. как дебильный город просто поставлен. Вот как мне тут районы размещать? Акведук невозможен. Тут вообще клетки. А может вот эти клетки кахоке бы отдал. Кстати, вот тут было бы прикольная правительственная зона. Ладно, я думаю, наверное, сюда промышленную поставим. Тогда сюда перейду, просто пропущу ход в этом городе. Так, тут четыре до роста. Ну, наверное, торговца давайте. Так, там черепаху пойдут обрабатывать. Давайте тут ферму. Встану сюда рыцарем просто для бонуса поддержки. Да, Женева что-то выглядит тяжеловато. Ну, я немца вообще не боюсь. Эти города не берутся. Он только если пограбить может. если он мне вдруг войну объявит. Шенгетия Унсия. Унса по Чикутаку. Кто-то стал союзником Унсы, очевидно. Песчаная буря в Нижнем Новгороде. Вот этот знаменитый пустынный Нижний Новгород. Может мне все-таки Магнуса уже надо было раньше пересаживать. Сейчас без Магнуса вырубаю. блин. Нечестно мешается Японец. Я ему не хочу войну. Хотя в принципе я могу ему войну объявить. Но мне не нравится что он ни с кем не воюет. Он говорит только меня и инка встретил между прочим. Мне кажется надо сейфов играть. Просто вот так стоять и обстреливать его арбалетами. Зачем мне тратить мои юниты крутые? Правильно говорю? Это всего лишь город государства даже не какая-то цива которая откуда-то еще может юнитов привезти. У него все у него вот латник и все. А если он кого-то построит еще внутри то он не сможет им воспользоваться. так после дипломатической службы видимо надо подумать еще может быть в торговую республику пойдем тут явно вторая галера здесь будет строиться и что нам надо для ускорения тут все ускорено и тут все ускорено почему в картографию прямой наводкой пойдем можно даже галерами не уходить чтобы сразу апнуть там блин короче давайте поменяем местами магнуса и рейну еще магнуса я туда посажу а рейну вообще тоже в бывший мерзкий город у меня короче мои основные города практически не будут расти без ну потому что такая механика у мапучи получается если тут столько все вырубать вот почему кстати почему на сетевой скорости не отрегулировали перемещение губернатора смотрите вот здесь магнус 5 ходов точно так же как и на сетевой скорости 5 ходов перемещаются я считаю это нечестно ну не знаю вообще в махиндропарвату я не хочу что-то сажать рейну может реально пока в нгулу вернуть а потом может в женеву я посажу пускай тут счастье будет не хочу пока вот это все вырубать пока нету магнуса поэтому подождем так у нас и так будет рабочий который это все будет обрабатывать лес точно надо вырубить потому что извержение вулкана его уничтожит когда-нибудь путь пускай рыцарь тут стоит не придумалось куда его деть монумент дворец амбар древние стены водяная мельница но он стены средневековья не строит ну хоть научили юнитами не нападать когда в осаде сидишь и то хлеб то есть он видите этого платника не ломает потому что он напав он снижает силу самого города тоже потому что сила зависит от силы юнита а сила юнита в том числе зависит и от количества его хитпоинтов просто обстреливаем арбалетами защитников города так пять ходов до роста ну так посмотрим что тут есть по побережью наверное сюда встану просто подожду когда магнус приедет так тут мы черепашек обработаем тут сюда просто вот в первую очередь леса на холмах вырубаю насчет тропических лесов я подумаю а вот леса на холмах точно надо вырубать нет никуда пока не отправляю монумент и пять ходов до роста и до строительства промышленной зоны ну давайте библиотеку уже тогда вот инг сам поставил город ну что кадис присоединяется к ингской империи очевидно прямо вот сейчас счетные банки что вот это вот за самураи всадники не нравится мне армия японца ну все равно я не вижу как бы он мог меня тут снести мы пока прокачиваем арбалеты видите уже меньше наносится урона например не ну еще один ход постоим я думаю следующим ходом начну атаковать уже и латниками я думаю Женева заберется так так что у нас по ресам два алмаза у русского и все я ему сахар за что-то и так продал да так ну пока мы нечем торговать с ним подождем ну я тут пока фермы поставлю просто чтобы города росли то просто очень все медленно так фермы друг на дружку будут влиять так этот караван из мохендра парвата в куска айзенгулу у нас вообще бегают караваны у нас да айзенгулу в куска бегает ну давайте из мохендра парвата тем более тут дороги нету это есть есть походу так тут стоим ждем приезда магнуса фуф торговец я еще одного что ли могу сделать нет я где-то уже строили там еще бегает мастерская пять ходов дороста стены водяная мельница наверно потихоньку мастерскую все-таки будем делать потому что тут мало производства вообще в принципе петр велиги альгамбру закончил а немцы когда закончишь забирать бонусы соседства для промышленной зоны ну вообще несколько я поставил блин сколько тут осталось галеру строить один ход да наверное наверное поставим вместо этого бонус соседства к промышленной видите только всего плюс два но я их строю все почему плюс два только ну что одна промышленная зона городское планирование даже больше дает так а сколько у меня рабочих строится один один рабочий может карточку из рабочих тоже снять я под сюда например или гражданский авторитет просто ну довольство да наверное уберу с рабочих пока эти гражданский авторитет и сюда все-таки ремесленников хочу не знаю блин два хода стало чуть-чуть не хватало жаль ну у меня просто не скоро придется менять карточку я лучше уж так построю она по морю пошла так ну надо атаковать тем более что мы не получим урона от стен наверное нет пока получаем вот сейчас уберем мы стены же да вроде стены не будет больше все жене в следующем ход падает так замки хватит открывать давайте образование и последнего губера берем в махендра порвату как раз здесь недостаточно жилья о блин тут еще боя блин думал сейчас он 7 достигнет и я смогу район построить а хрен вам черт шьерт побери может следовательские гранты тогда че тонуть как мне тут еще и так тут нарост стоит веду только жилье мне тут жилье не надо еще строителя тогда не знаю не хочу пока читать проекты так я могу чимамуль поставить опять опять я думал вы не прекращали они прекратили воевать и опять россия объявила войну германии заберу рыцаря отлично а что это за подождите что это тут за поселенец пришел куда он его хочет сунуть ах ты твариный японский куда ты хочешь туда сунуть может с Японией повоевать еще заодно охреневший полностью он со мной на одной волне да ну на одном этом юниты у меня прокачены сейчас я ему этими юнитами о нет штрафа при нападении через моря и через реку вот это надо брать я с японцем чисто ему юниты почикать у него нападать отсюда тут стать фронтом хай прибегает умирает убегает обратно в ужасе кампус конечно так себе тоже стоит ну что раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять один двенадцать городов по-моему я уже крут по-моему вообще вот это мапуческая империя на побережье панталаса океана панталаса выглядит очень мощно хотя я наверное здесь оставлю вот тут я апну это и отсюда поплыву а той оттуда каравеллы чтоб открывать дальние земли япония гага хочу тут раньше было были нидерланды снесла япония ну вместе с кхмером только кхмер с этого ничего не получил похоже так еще один ход прибытие магнуса япония очень даже неплохо получила наверное уже здания какие-то строить хотя авхари хорла и сидит сидит пингал пингалян хочется и строителей там тоже но строители долго давайте на рассветилище вскоре на военная наука это что вообще а уничтожьте врага при помощи рыцаря это вот благодаря тому что я город захватил рыцарем еще кто там ггшку захватил не знаю у немца 91 силы 26 науки у русского 100 нет где русские 100 науки и 474 сил прям даже интересно кто же победит в этой войне как у нас с инком отношения 20 ходов союз еще так а что тут у меня рабочий делает я его вернул что ли наверное вернул сюда отправлял тут уже рабочий есть о сша встретили интересно где мини лик так а это с нашего континента вообще ребята и где мы их встретили я думаю что кто-то просто кто-то с кем-то в военном союзе поэтому судостроение ускорили и собственно понеслась в галеры ага вот там мы где-то американцев встретили соответственно они наверное в союзе да нет не знаю что так минилик но это все с нашего континента раз два три четыре пять шесть семь восемь и был еще кхмер девять и голландия десять нитерланды десять две цивы уничтожены просто причем одна из них не мною ну давайте еще минилика поторговать ничего у американца о так американец тут короче американца походу нагибает кто-то а почему он не дает мне деньги типа 258 написано но дать не может крест виноград из виноградной лозыни наверное нам не надо короче америку явно кто-то попилил пять городов а у минилика семь не знаю объявлять войну японцу не объявлять войну японцу вот этих всадников просто очень хочется почикать арбалетами это же вообще никакие получается сначала полечиться все-таки юнитами он еще и ко мне караван отправил а кто тут в дружбе как раз американец в дружбе с японцем мне кажется недавно встретились просто поэтому типа типа дружба такая так давайте смотреть как бы мне в золотой век сейчас точно выйти чимамуль 4 очка где мой уникальный юнит вообще вот он всадник малон во первых его апнуть не еще да его придется только строить бонус плюс 5 боевой мощи в пределах четырех клеток от дружественной территории и он грабить круто умеет но я бы сначала картографию открыл а потом в общем-то малона так мастерскую давайте блин я эту клетку не смогу передать я думаю типа так вот а не почему смогу подождите через вот так о отлично теперь возвращаем обратно так есть мастерская ну и что тут теперь строить исследовательские гранты еще надо город что брос у нас еще янтарь есть теперь класс не с ресами у меня вообще тут изначально было не очень прямо скажем теперь уже есть какое-то разнообразие амбар давайте тут город не растет из-за этого хреново все еда 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 иди ко мне сюда так тут промышленную зону пора ставить хочу ли я обработать этих черепашек мне кажется нет ну то есть это деньги платить надо здесь опять там кого-то залучил ну наверное тоже время промышленной зоны у меня стоит карточка все-таки на промышленную зону уже шесть производства добавляет а промышленных зон не построено знаю наверное надо вырубить все-таки здесь тропический лес акведукты я буду строить тут не хочу ничего вырубать никакие тропические леса подождем меркантилизма видимо магнус занял должность в городе вимея пура и а это вернулось в нгулу прикиньте туда кажется место для кампуса на плюс 6 а я тут зачем-то поставил я расстроюсь тогда на дорогу встану так вот тут стоим отсюда поплыем лучше не захватывайте слишком много земель все равно вам не хватит способностей чтобы ими управлять ты по-моему ты это говорил уже я не могу уважать правителя без чувства собственного достоинства пусть все об этом знают ты вообще видел меня тут я индеец полуголый он с топором каменным отрата ведь что вы предпочитаете равнины поскольку холмы принадлежат мне позволяет всем грузиться квадриремы колосс ну во-первых мы дамбы откроем да во-вторых я вот именно в галеру хочу выйти побыстрее не ну уже выглядит как вот меня только все инк беспокоит всех остальных я уже более-менее догнал испания россия и пачекуток уже где-то вот здесь а что по количеству тех блин вот это меня беспокоит то есть у пачекутока 29 у меня 23 небольшая разница но вот тут кто-то впереди и вавилон там явно где-то очень далеко но пожалуй на этой замечательной ноте захвата Женевы и размышления о нужности захвата японца я закончу это видео спонсоры канала могут продолжение поискать вкладки сообщества кстати спасибо им за поддержку а для всех остальных продолжение выйдет завтра играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока субтитры